А сейчас я хочу представить вам нашего второго номинанта, также горячо любимого, Марину Юрьевну Скосареву, Санкт-Петербург. Вот мое личное впечатление от многолетнего сотрудничества с клиникой заключается в том, что это клиника, в которую направляют сотрудники кафедры Санкт-Петербурга пациентов для того, чтобы посоветоваться, а также и другие клиники. Это вообще дорогого стоит. Но для того, чтобы прийти к этому, для этого нужно проработать огромное количество лет, совершенствоваться ежедневно. И с этой клиникой у нас долгосрочные партнерские отношения, где эта клиника принимает наши обучающие программы для сотрудников Северо-Запада, не для сотрудников, а для специалистов Северо-Западного региона, и имеет огромный парк нашего оборудования, включая диагностический. Но чем мне приятно сегодня, чтобы Марина Юрьевна с вами поделилась это научно-клинической работой, потому что когда частные клиники воспитывают клиницистов и специалистов, которые готовы заниматься наукой, это великое дело, потому что это повышает профессионализм клиники и, самое главное, создает новые технологии, которых раньше не существовало. Марина Юрьевна, слово вам. Большое спасибо за то, что пригласили на такую конференцию, потому что, честно говоря, действительно мне хочется поделиться и осветить такой новый виток деятельности, который является маленьким вкладом в науку. Я представлю себе главный врач клиники Калиста Мед, врач-дерматолог и сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам. И моя тема сегодня будет, как проходит организация научно-клинического исследования в клинике эстетической медицины. На самом деле мы, такая тенденция в косметологии, в развитии косметологии идет, что требуется какой-то доказательной базы. Нас уже двигают к какому-то научному подходу. Мы, конечно, давно шли, потому что на самом деле существует уже порядка 25 лет. Мы всегда имели комплексный подход к пациенту. Мы всегда работали со смежными специалистами, взявшись рука об руку и всегда подходили к пациенту индивидуально и с точки зрения его здоровья, а не только красоты. Мы занимались всегда обучением врачей-косметологов. На это у нас есть лицензия на образовательную деятельность. Делились своими наработками, опытом делились на всех международных российских конгрессах. Ну и я считаю, что мы, в общем-то, всегда были новаторами, потому что не стояли на месте и внедряли новые методики, как, впрочем, и сейчас. Будучи, в общем-то, у истоков, так скажем, косметологии, на самом деле раньше, 30 лет назад, был один препарат по ботулотоксину, один препарат по контурной пластике. И, в принципе, это было решение, куда уколоть, как сделать, как усовершенствовать. На сегодняшний день огромное количество аппаратов, огромное количество препаратов. И научить косметологов не просто каким-то стандартам введения препаратов, а научить их клиническому мышлению с точки зрения самого пациента, с точки зрения его подхода, с точки зрения подобрать ему тот или другой препарат или аппарат в нужное время, по нужной программе. Вот это, наверное, очень главное на сегодняшний день, и понимать суть всех этих методик, а не какой-то одной. И на сегодняшний день мы являемся клинической базой для медицинского университета, и у нас учатся ординаторы, дерматологи и косметологи. Оборудование на сегодняшний день действительно самое большое. Мы всегда занимались фотодокументацией. Фотодокументация у нас была до и после. Мы ориентировались на фотографии, которые были до процедуры, ориентировались на фотографии после, радовались своим успехом, радовались вместе с пациентами. Но дело в том, что на сегодняшний день требуется не просто фотодокументация. Хочется наши результаты, наши успехи, наши возможности посчитать в процентном соотношении, в графике, увидеть воочию на более глубоком уровне, как это все меняется. Поэтому на сегодняшний день у нас огромный парк диагностического оборудования, которое дает возможности, опять же, не только следить за пациентами и нашими успехами в работе, но и даже использовать это в каких-то выступлениях, в докладах, научной какой-то деятельности и в наших клинических наблюдениях. Ну, одно из клинических наблюдений, про которое я сегодня хочу рассказать хотя бы в двух словах, это как раз новый протокол по комбинированной процедуре, когда используются два аппарата, это АПЛ, терапия широкополосный свет и микроигольчатый РФ. И на данный момент эту комбинацию мы рассматриваем из самых разных ракурсов. Это очень интересная методика, которая дает очень высокие результаты. И мы обратили внимание, что дает результаты именно на возрастных лицах. Вы видите один из таких результатов, которые мы получили из наших клинических исследований. Ну, что хочу сказать. Вот вам вход-то до и после, но на самом деле, если мы посмотрим с вами, мы увидим здесь изменения в глубине кожи и особенно то, что касается сосудистой дисхронии. И мы обратили внимание, что используя микроигольчатый РФ с неизолированными иглами, мы можем получить очень великолепные результаты даже при лечении сосудистой дисхронии. Мы сейчас это обрабатываем, нарабатываем опыт. Первый опыт я завтра расскажу уже на конференции по лечению сосудистой дисхронии с помощью микроигольчатого РФ. Что дает развитие научного направления в клинике эстетической медицины? Используя клинические наблюдения, мы обратили внимание, что это постоянный профессиональный рост и развитие специалистов в клинике, потому что это хорошая мотивация для дальнейшего изучения, для дальнейшего развития самих специалистов. Это воспитание нового поколения врачей с новыми клиническими и научным мышлением. И максимально удовлетворенные пациенты, потому что мы предлагаем самые эффективные и доказанные методы, но и возможность заниматься наукой в какой-то степени благотворительностью. На самом деле это наша команда, она не очень большая, не вся. А здесь команда – это то наше плечо, которое мы держимся друг за другом, и в клинических своих наблюдениях мы работаем все вместе. На самом деле это тоже такой своеобразный тимбилдинг, потому что командная работа, она помогает нам в развитии, она сплочает наш коллектив, и растем мы все вместе. И возможность заниматься и научной работой, и лечебной работой, и благотворительностью в том числе. Спасибо за внимание. Мы вам очень благодарны за ваш вклад в развитие новых технологий, за то, что вы долгие годы сотрудничаете, и за то, что вы такие новаторы в плане применения новых технологий, независимо ни от каких обстоятельств. И на мой взгляд, клиника в Санкт-Петербурге является одной из лучших партнерских для нас клиник, на базе которой мы можем совершенствовать свои навыки, обучать нашим, обмениваться информацией в плане повышения профессиональных навыков ваших специалистов и наших тренеров. И я надеюсь, что очень скоро вы будете одним из первых, так же, как Светлана Лёна Жабоева, собственниками нового аппарата, который мы ждем из регистрации. Это новая версия аппарата М22, который будет называться Stellar. Старые аппараты прекрасно себя показали на рынке, и если бы я, будучи собственником начинающей клиники, принимала решение, то я бы, безусловно, выбирала аппарат М22. Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем каждому, кто владеет аппаратом М22, будем предлагать программу Trade-In на то, чтобы забрать этот аппарат, реновировать его, выполнить полный сервис по его реновации, но поставить вместо этого Stellar. Поэтому можно не бояться сегодня владеть аппаратом М22, потому что мы понимаем, вместе сотрудничая с инженерами Luminis, поскольку есть еще одна приятная новость. Мы получили право на обучение всех сервисных инженеров в странах СНГ, на весь приборный ряд Polygen и Luminis в том числе. Поэтому я очень надеюсь и на Слан-Люна Жабоеву, и на вас в плане новаторов внедрения этой новой технологии на рынок. Поэтому всех вам благ, прекрасных вам успехов и долгое сотрудничество. Спасибо.